Дня Господня на вас, того благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно, и вовеки веков. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день является днём соборного поминовения всех ведомых и неведомых, именованных и непоименованных у людей, мучеников и исповедников последних времён, начала 21-й половины 20-го века. Природа русского коммунизма, она насквозь мистичная, и она насквозь такая, знаете, квазирелигиозная. Недавно я слышал одну такую мысль от одного очень уважаемого человека, историка и публициста исторического, который пытается разобраться в истории русского народа, такой Феликс Разумовский такой есть, очень достойный человек. У него такая идея была, он такой выставил идею, что если западный человек, такой теоретически взятый западный человек, перестаёт верить в Бога, с его жизнью ничего кардинально не меняется сразу. Он продолжает стричь газон, ходить в магазин, смотреть телевизор, болеть за любимую футбольную команду или бейсбольную, ходить на работу, убираться в доме, ничего сразу не меняется. Но не у русских. Если русский перестаёт верить в Бога, он перестаёт, условно говоря, стричь газон. Он переворачивает дом вверх дном. Он зажигает с четырёх сторон свой дом. Он хочет всё уничтожить, заново всё построить. Он напитывается какой-то почти религиозной идеей, такой квазирелигиозной такой, ложной религиозной идеей. И теперь хочет, не знаю, весь мир построить на новых основаниях. Вы же, я не знаю, одни помнят по возрасту, другие нет. Третьи в книжках читали, что мы наш, мы новый мир построим. Это же было реально. Советская власть называла своё государство самым молодым государством в мире, отсчитывая своё рождение как бы из небытия. От 25 октября 1917 года. Всё это прошлось катком по нашему народу. Тяжелейшим образом и до сих пор дня на нас лежит печать прошедшей эпохи, и никуда она не смоется, пока ещё не пройдёт некоторое время, и благодать Божия эти все следы не загладит. На антихристианстве вырос весь русский коммунизм. Вся его душа, душа русского коммунизма, это антихристианство. Даже уже когда закончились гулаги, когда прошла реабилитация, когда прошёл там съезд, на котором осудили культ личности, всё равно Хрущёв обещал, ещё этот Хрущёв, этот ещё, ещё это чудо в перьях, ещё обещал показать последнего священника по телевизору. Антихристианство продолжало быть корневой системой советской системы. Русский коммунизм антихристианский от а до я. Именно потому, что он религиозен. На Западе коммунисты, может быть, до лампочки, есть Бог, нет Бога, им интересно социальные отношения уравнять, помирить хозяев производства с рабочими производствами. На Руси такого не бывает. Или есть Бог, тогда нужно молиться Богу и жить по-божьему. А раз нет Бога, значит, мы сами боги. Тогда мы будем делать всё, что хотим. Поэтому здесь, вот в молитве тоже прозвучала эта идея Каинова братоубийства. Мы очень мало знаем про Каина, про первого убийцу на земле, но мы можем многое понять из того малого, что мы о нём знаем. Он был первенец, и он ощущал себя самым главным на земле, как первый рождённый человек. Потому что ни Адама, ни Еву не рожал никто. Адама Бог сотворил целиком и сразу, а жену ему подал из него. Так что Адам был для жены и мужем, и отцом. То, что чувствует девушка, влечась к мужу своему будущему, к юноше, она хочет быть ребром, она хочет, чтобы он был для неё всем, всей вселенной, и отцом, и мужем. Потому что Адам был для Евы мужем и отцом. Из него рождена Ева. И это нерождённые люди, их никто не носил в очреве. А Каин был первый носимый в очреве, первый разверший ложе сна, первый вылезший на свет из утробы. И он считал, что он самый главный. И его жестоко обижало то, что Бог принял жертву Авеля, младшего брата. А Авель значит дуновение, слабый ветер. То есть Авель был не от мира сего, как мы бы сейчас сказали. То есть он был такой, такой, одной ногой только земли касался. А вот так мысли у него были не на земле. И он был приятен Богу с его жертвами. И Бог принимал его жертву. И Каин набрался страшной злобы. На своего брата и на Бога. Как вот начинается, если помните эти маленькие трагедии Пушкина, там есть трагедия Моцарта и Сальери. Они очень маленькие, их можно прочесть, так вот как бы сел и прочёл буквально за какие-то там полчаса. И там же начинается эта трагедия Моцарта и Сальери. Это трагедия Каина и Авеля. Потому что Пушкинский Сальери это Каин. И он там говорит, что все говорят нет правды на земле. Но правды нет и выше. То есть там Каин этот новый, так Сальери, ну Пушкинский нереальный. Реальный Сальери вообще был совершенно другой человек. Это был нормальный, известный музыкант, хороший человек, и никакой не убийца. Но вот Пушкинский Сальери это Каин. И он имеет право, так сказать, ощущает в себе силу обвинять Бога, что нету правды на земле, не только на земле, правды нет и выше. То есть там тоже незачем правду искать. Так он говорит. Ну Сальери там это объясняет, я там алгебры и гармонию поверил, я музыку разъял, я изучал, 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 я стал гений. И вдруг Мозарт, гуляк опраздный, со второго дня на третий пьяный, веселый, с нищими, играющий на забаву, рождает какие-то такие фантастические мелодии, он гений, а я нет. И Сальери желает его убить. Вот это именно тот же мотив. Навести правду. Он хочет установить правду на земле. Ему кажется несправедливым, что я, потративший всю жизнь на искусство музыки, известен меньше и играю хуже, чем этот шалопай, мальчишка, из которого просто льются мелодии. Он просто как будто, как будто бог на него. Он говорит, ты Моцарт бог, и сам того не знаешь. Говорит, ты Моцарт не достоин сам себя. Сальери говорит, это очень короткая вещь, там она на полторы страниц. И он решает навести правду и на земле, и на небе. Раз бог не вмешивается в эти дела, раз богу, так сказать, все равно, что совершается несправедливость, значит, я сделаю на земле справедливость. Каинизм такой. Я буду править на земле так, как я хочу. И бог не смеет право вмешиваться в мои дела. Если он есть, расстреляем его. Из пистолетов, или пушек, или из чего, из аэропланов, полетим на небо. Зачем строили Ваилонскую башню? Трудно понять. Но они не были такими примитивными, чтобы прямо на небо залезть. Они понимали, что небо выше, чем любая башня. Но они зачем-то воевались не был. Они хотели залезть повыше и там что-то кулаком помахать, понимаешь? Прямо в самые небеса. И вот этот каинизм, это желание править по-своему, жить так, как мне хочется, растоптать все божеские законы, сказать, что их нету, плюнуть в небо, в конце концов, и, конечно же, убить тех, кого тебе не нравится. Это все наша история. 20 века. Если, конечно, покойники бы поднялись сейчас, ну, они там из-за гроба смотрят в оба глаза как бы на земные события, то, конечно, для них удивительно, потому что у нас все храмы были овощные хранилища. В псалмах так написано. Превратили святилище твое в овощное хранилище. А вы же помните те времена, когда в храмах были склады холодильников, хранение овощей, отделение почты. А если храмы большие, какие-нибудь кафедральные соборы, Ледовый дворец, пожалуйста, был в Петербурге, клуб сельский в храме. Вот здесь, на Амвоне, поскольку здесь возвышение, сцена. За алтарем, за занавеской, значит, там, где иконостас, там занавеска, за занавеской, значит, там эти самые, как их там, переодевалки для актеров. А иногда туалеты именно в алтаре. Вот переделают храм в клуб, и туалет сделают именно в алтаре. А если нет, то что-нибудь еще такое сделают. Это все наша история. Наши родители с вами, которые, значит, родили нас, они как раз жили в те времена, когда все это буйным цветом цвело. И то, что сегодня храмы строятся, и люди как-то каются перед Богом, и молятся, и пытаются свою жизнь исправить, и найти эту правду Божию, и сердце свое очистить, достичь этого блаженства святого евангельского, это, конечно, удивительно, потому что ведь не шутил Хрущев, когда сказал, еще лет 5-7-10, и я вам покажу последнего попа по телевизору. Как какого-то там, понимаешь, динозавра, какую-то реликтовую обезьяну какую-то, вот последнего. И нынешнее поколение советских людей, говорил он, будет жить при коммунизме. А получилось так, что то поколение, о котором он говорил, попало на 90-е. И получилось, что не при коммунизме, а при сатанизме пришла жизнь тому поколению людей, о котором он говорил. Потому что вдруг из всех щелей повылазили все грехи. Проституция, которую никогда мы не знали, мы не видели этого. Когда Мухаммед Али, известный легендарный боксер, приезжал в Москву по приглашению, как борец с апартеидом, там все такое, он говорил, я удивлен этому городу, это 70-е годы, это Брежневская Россия. Я удивлен, я не видел вечером, по Москве его возили, ни одной проститутки в Москве и ни одного нищего, ни одного бомжа не видел, а их не было. Это была другая жизнь, там были свои грехи, понимаете. Но потом вдруг повылазило все, потому что нельзя людям без Бога жить, когда люди без Бога живут, все грехи есть, просто они затаиваются. Потому что меняется, они вылазят, и вдруг повылазило и колдовство, и чародейство, и сектанство, и бездомные, и бандиты, и воры, и наркотики, и все. Откуда это? Мы чуть не умерли. Вместо того, чтобы жить при коммунизме, как Хрущев сказал, мы зашли в самый сатанизм, и теперь мы идем к Богу. Вот нынешнее поколение русских людей, не только русских, это касается и сербов, и грузин, и болгар, мы идем к Богу, буквально выбираясь из этой эпохи, выбираясь из нее. Примерно сотни лет измеряется гнев Божий. Что Писание говорит, что милость Божия в роды родов, в бесконечные веки на праведников, и семя праведников будет благословенное во веки веков, а семя грешников, значит, и грешники будут наказываемы до четвертого рода. А на четвертом роде гнев Божий заканчивается, и начинается милость. А примерно поколение наше, род, колено, исчисляется примерно 25-30 годами. Примерно в этом возрасте рождаются новые дети, и начинается новое поколение. Ну, так вот обычно бывает. То есть живем мы обычно лет 75-70-80, если кому повезет, или больше, значит, часто меньше, и рождаем детей в 20-25, до 30. Так что в столетие помещается четыре поколения. Как раз Бог сказал до четвертого рода гнев мой на грешники. А на четвертом роде заканчивается. Мы сейчас выползли в 17-18, то есть три года назад, мы выползли из проклятого столетия, в котором Господь Бог отдал нас на поругание, и грех каинного братоубийства стал господствующим на нашей земле. Когда людей убивали не за криминальные преступления, не за то, что они сделали что-то плохое, украли у государства, обманули ближнего тогда, их убивали за социальное происхождение. За то, что он благородно рожденный, что он дворянин по рождению, и в детстве съел с серебряной тарелочки. За это к стенке. За то, что он священник, почему-то верит в Бога, а Бог мешает построить земной рай. За это к стенке. За то, что воевал в белой армии, защищал русский флаг под белыми погонами, как бы, значит, там с немцами воевал, там с кем-то еще, значит, ты офицер, ты офицер, преданный Богу и Родине всей душой к стенке и так далее. То есть, это каиного, брата убийства, было, имело многомиллионные масштабы. Это не был один человек убитый. Не был один человек убитый. А если одного человека убьют, в Библии такое написано, про одного убитого человека. Представьте себе, что поле, поле, и в поле нашли убитого. И откуда, кто убил, не знаем. Жители всех ближайших городов и деревень должны прийти к этому трупу. Убитый, лежит в поле убитый, не знает, кто его убил, не знает, как его зовут. Они должны сойтись к этому трупу, принести жертву Богу и сказать, клянемся, Господи, что мы не знаем, кто это, и мы его не убивали. Иначе кровь этого неизвестного убитого ляжет на них, и они будут страдать за него. То есть, нужно омыться даже от невинной крови. Настолько важна кровь человека. Если она проливается, это ужасная катастрофа происходит. Кровь не должна литься из человека, она должна быть внутри человека, а наружу не выступать. А у нас убили миллионы людей. Это не сотни, и не тысячи. Миллионы. По идеологическим основаниям. Это каинного братоубийства. Это сатанизм, которому дьявол сильно порадовался. Вместо, конечно, окончательной радости он сделал много святых. Эти святые души, как голуби, влетели в небесный рай и сегодня с Богом веселятся. Он не этого хотел. Но на земле он с нами сильно поиздевался. Поэтому порушены были святыни, отбита историческая память. Только сегодня у нас, согласно новым поправкам в Конституцию, Россия – это страна с тысячелетней историей. С тысячелетней. Потому что до недавнего времени мы считали, что генеалогию своего государства мы ведем от советской власти. Как будто не было ни Николая II, ни Николая I, ни Александра III, не было ни Павла I, как будто не было ни князя Владимира, ни Рюриковича, ни Ивана Грозного, как будто их не было никого. Как будто мы родились прямо в 1917 году. Только вот сейчас, вот только сейчас в Конституцию внесена серьезная, существенная поправка, что Россия – это страна с тысячелетней историей, а не со столетней. И что история наша уходит туда, к князю Владимиру, и даже дальше, туда, к Рюриковичам, к этим, значит, Трувору, Синеусу, к этим всем варягам, которые принесли к нам первые зачатки государственности. То, что в Новгороде стоит Микешинский память, памятник тысячелетия России. Не от дня крещения, раньше, от XIX еще века. От IX, прошу бы, от IX века. Так что мы выгребаем только лишь, мы только выкарабкиваемся из советской эпохи со всем ее каинским братоубийством из-за земного рая. Здесь была очень серьезная вещь, здесь правда земная боролась с правдой Божией. Мы хотим построить жизнь так, как мы хотим. И ты нам, Господи, не мешай. Если ты есть, уйди. А если нет тебя, то мы вообще свободны. И мы убьем всех, кто верит в тебя, потому что они нам мешают. И сделаем все, что мы хотим. Вот сделали. Сделали. Теперь можно подсчитывать убытки. Что достигли, что не достигли. Что получилось, что не получилось. Инвентаризация наших проблем, это, собственно, есть занятие XXI века. Ну и надо дальше идти. Уже, конечно, только с Богом. Вот мы сегодня вспоминаем этих людей. Их очень много, братья и сестры. Задача для каждого, по сути, русского человека, который живет там в Иркутске, Красноярске, Екатеринбурге, где-нибудь там, в Кургане, в Ростове-на-Дону, в Рязани, в Туле, в Брянске, в Архангельске. Задача любого русского человека это все-таки знать свою историю, ближайшую хотя бы. Кто здесь жил и кого здесь за имя Господа Иисуса Христа убили. Вот просто убили. Убили так, что люди за пулю молили, чтобы пуля была милостью. Потому что топили в выгребных ямах, распинали на царских вратах, душили и Петрахиль. Вот это и Петрахиль, которая накрывается голова человека, чтобы ему грехи простить. Вот человек исповедуется, и Петрахиль это, значит, значит, это нашейник такой в переводе с греческого. Это такое, как бы, ярмо, ярмо Господне. Священник надевает себе на шею ярмо и должен нести его на себе, чтобы принимать грехи людские, Богу приносить молитву и так далее. Это и Петрахиль, который мы надеваем, надеваем на голову, кающемуся, и через нее уже возлагаем руку и читаем молитву. Это и Петрахилю душили попов. Так вот заходили, цигарку с рта не вынимая, шапку не снимая, с винтовками в храм. И этой же и Петрахилю душили попа. За что? За то, что поп. Больше ни за что. Хороший, нехороший, там старый, молодой, там добрый, недобрый, не важно, потому что мешает. Мы наш, мы новый, сейчас построим новый мир, а ты мешаешь. А поскольку мы причащаем людей телом и кровью Господней, причащали и священников расплавленным оловом. Первые жертвы священнические среди нашего брата, наши попы, пострадавшие ровно сто лет назад, там чуть больше уже, сто три года назад, это люди, которые задушены Петрахилью, распятые на царских вратах и причащенные горячим оловом. Ты нас причащал, мы тебя причастим. Так монголы делали, так делали только в 13 веке монголы, после этого, после монголов, Русь такого не знала. И вот с 13 в 20, через 700 лет, вдруг это сделали наши люди. Наши люди. Это все нужно читать, поднимать, это пусть волосы шевелятся, это все ужасно, это все непросто, потому что это наш, это мы, это мы. А что, я тоже могу такое сделать? Можешь. Да как это? Я же, я же, я же, я же. А вот если завертит людьми какая-то новая идеология, новая жизнь, сейчас построим новую жизнь. Вот на Западе сейчас примерно такое обеснование происходит. Давайте поснимаем эти памятники, давайте этих в тюрьму посадим, давайте сделаем то, давайте, чтобы они всем платили. Там такое похожее такое обеснование происходит. И люди как бы думают, как это так? И идут туда, их затягивает эту новую идеологию. Каждый раз хочется построить новую жизнь против Бога и без Бога. До сих пор это такая идея, живет в человечестве. У нас с вами за спиной подвиг вот этих людей, которые вот не побоялись умереть за год. Самое дорогое, что у человека есть, это жизнь, все остальное можно заработать. Жизнь. И жизнь рано или поздно уйдет из человека, надо отдать ее. И отдать ее нужно не даром, надо отдать ее за истину, за цель правильную. А эти люди, которых мы подпоминаем сегодня, они мучениками быть не собирались. Они собирались прожить долгую, длинную, красивую жизнь, умереть в своей постели в старых годах, окруженные внуками и детьми. Не дал им Бог этого, дал им пострадать. Тяжело пострадать. Лагеря, тюрьмы, пытки, расстрелы. Сотни тысяч людей через это прошли. И вот они сегодня составляют для нас такую национальную гвардию. У нас есть национальная гвардия. Те, которые должны всяких жуликов ловить, хулиганов разгонять на улицах от несанкционированных всяких демонстраций. У нас есть еще одна национальная гвардия. Это новомученики. Это наши предки, которые передали нам в наследство свою кровь и свою веру. Они как бы сказали нам, ну мы не были сверхгерои, мы не были супермены, мы не были самые сильные, самые умные. Мы просто любили Бога и жили как могли. А потом, когда на нас на великую дула пистолета, или там, маузера там, или винтовки, и сказали, отрекайся. Мы просто сказали, что мы не можем от Бога отречься. Не можем. От Бога отрекаться невозможно, нельзя. Есть Бог, есть. Воскрес Христос, воскрес, получай. И мы дошли до конца. Этот путь прошли и кровью нашей очистили свои грехи, потому что у нас тоже грехи были. Они все нам скажут, это новомученики. Мы не безгрешные, мы были грешные люди. Знаете, как в одном монастыре прям притча получилась такая. В одном монастыре монахи жили. И жили так, как при Средневековье, как в Ренессанс. Пили, гуляли, дурака валяли, служили кое-как, толстели от безделия. И потом пришли их уничтожать, потому что монахи. И сказал им игумен, братья, жили мы с вами, как свиньи, а умрем, как люди. И когда их ставили к стенке, есть Бог, есть, получай залп. Есть Бог, есть, получай. И всех их под одного искоренили и пошли в рай они. Куда-нибудь в рай пошли, даже не сомневайтесь. У нас были грехи, скажут они, были грехи. Да, мы грешные люди. Были бы мы безгрешны, этого все бы не было. Но мы были грешны, но мы омыли свои грехи, кровью своей, и вам поможем, потому что они фундамент наш. Россия до сегодняшнего времени существует как государство, как народ, как церковь, как все-все-все, благодаря тому, что у нас нашлось очень много людей, не побоявшихся умереть, когда их поставили перед вопросом. Веришь? Значит, туда. Не веришь? Значит, сюда. Верю. Туда. И они пошли туда и зашли куда надо, зашли к Христу в рай Божий. Так что это самые дорогие люди нашей истории. Сегодня всех вместе мы их вспоминаем. Потому что имен их у них очень много. Если бы мы сейчас, например, собрались прочесть их имена, мы бы сейчас начали читать, где-то к полуночи бы закончили. А может быть и не закончили бы. Читали бы и читали бы и читали бы. Там за каждым именем целая история, целая жизнь, целое страдание, мука сердца, страх и все-все-все. И потом таки вера, дерзновение, смерть и рай. За каждой душой, за каждым человеком. Так что, братья и сестры, история наша продолжается. Наша история российская продолжается. Россию почему так Господь Бог поместил в историю мира, что от того, что происходит с Россией, зависит то, что происходит в мире вообще. Не знаю, почему так. Но так получилось, что если в России все в порядке, слава Богу, и в мире все. Если русские садут с ума, они весь мир переколосматят, переколобродят. Если мы с Богом, все будет хорошо. Если мы без Бога, все будет плохо. Все будет тяжело, и страшно, и непонятно. От нас почему-то зависит вся история мира. Вот не от Африки, и не от Латинской Америки, и не от Японии, и не от Китая даже, хотя их много, они сейчас стали богатыми впервые за всю свою историю, но даже не от них. А почему-то от нас. И вот поскольку мы только в 100-летний гнев Божий прожили, только-только за спиной нашей отсчитался метроном закончившихся четырех поколений наказаний. Мы вступаем в эпоху новую, вступили уже. И очень важно, чтобы Россия была верующая, чтобы мы выплакали грехи наших предков и свои собственные, чтобы мы знали всех тех, кто дал нам возможность дожить до сегодняшнего дня. Это именно новомученики. Красный дракон, который описывается в Апокалипсисе, красный дракон, там прям так и описывается, который хотел пожрать всех святых, он съел столько крови, что его стошнило. Он сдох, переевший крови святых в нашей земле. Красный дракон хотел сожрать все, что мог сожрать, а сожрал столько святых, что его вытошнило. Он не смог дальше, он просто сдох. Он отравился кровью святых в нашей истории. Так было, реально так было. В общем, мы имеем какой-то такой крест на плечах, быть русскими православными христианами. Это крест настоящий. Если ты русский, то ты должен быть православный. А раз ты православный русский христианин, то каким-то образом тебя касается вообще все, что касается, что происходит в мире. И если мы будем верить, я вас уверяю, все будет хорошо. А если мы еще перестанем верить и молиться, ну тогда мы просто откроем двери этим последним временам, и пусть придет Антихрист, и пусть, значит, в таком случае и сядет на плечи каждому человеку, и опозорит нашу жизнь до крайности, и лишит нас всякой надежды. Почему-то все зависит от нас. В остальном, я желаю вам, братья и сестры, и всем тем, кто нас услышит, где бы они ни жили, чтобы русские люди знали, на каком кладбище, в каком храме похоронены лежат мощи новомучеников последних времен. Где кого расстреляли, где кого убили, где кого замучили, где, значит, общие эти, типа нашего Бутова. Вот кто из вас в Бутово был, а кто не был в Бутово? Это вот вам, пожалуйста, расстрельный полигон. Два года, день и ночь, машина с надписью «Хлеб» возила туда людей, расстреляли. Люди, когда видели машину с надписью «Хлеб», они разбегались домой, как будто они демона увидели, потому что не знали, куда возят в этих машинах людей. Вот Бутово, вот коммунарка, вот соловки наши. Монахи, когда на соловки приехали, стали там огороды разбивать, стали копать траншеи под фундаменты новых домов. И не получается. Лопата на пол штыка заходит в землю, а там дальше кости. На пол штыка буквально выкопали чуть там, огород даже элементарный разбить, картошку посадить. Копает, не идет лопата, разгребает кости. Ну давай дальше, здесь копают, нету, кости. А там кости, кости, по всему острову кости. Чьи это кости? Архиереев, профессоров, дворян, монахов, священников. Что же так много было? Вот так много было. Патриарх Алексий, когда приехал, говорит, это антиминс, это антиминс России. Знаете, что такое антиминс? Это плат, который на престоле лежит, в который зашит кусочек мощей, обычно мучеников. Чтобы мы совершали литургию, мы совершаем литургию на костях мучеников, как это было в катакомбах. Вот лежит мертвое тело святого человека, на его костях совершается литургия. Мы до сегодняшнего дня совершаем литургию на костях, и косточки лежат в нашем антиминсе. Так вот этот Соловки, вот патриарх Алексий Царству Небесного, говорит, это антиминс, кости на каждом метре, куда ни копни, везде кости. Вот наша история. Вот наша история. Так что у нас нет вопроса, верить или не верить. Вопрос решается только в сторону положить, только верить. У нас нет вопроса, верить кое-как или верить сильно. У нас вопрос решается только в сторону верить сильно. Русскому нельзя верить кое-как. Русский такой хитрый человек, что он не может чуть-чуть верить, чуть-чуть не верить. Он, если верит, должен верить до конца, потому что он русский человек, он не может разделиться надвое, должен верить по-настоящему. А если вот так вот он не может, тогда в сторону, отходи, не мешай. Врожденный ползать, освободи взлетную полосу. Надо верить по-настоящему русским людям, потому что от этого все зависит. И за спиной у нас, и под ногами у нас очень много помощников, которых сгнаили и закопали. Даже не подумали, что они в Царстве Небесном душами водворились. В общем, эту тяжелую тему мы еще не заканчиваем, потому что она не заканчивается. Ее нужно будет продолжать, надо читать, узнавать. У нас в календаре в каждом дне 5-6-7 имен новомучленных. Те, что мы знаем, а что мы еще не знаем, Господи помилуй. Так что вот мы с вами вступаем в новую эпоху. Россия реально вступает в новую эпоху. И в этой новой эпохе нужно, чтобы Россия была с Христом, с Иисусом Христом, воскресшим из мертвых. Без крайности либерализма, без крайности капитализма и без химер-коммунизма. Все химеры нафиг. России нужен только Христос и больше никто. С Христом Россия то, что есть, то, что должна быть. А без Христа Россия это какой-то обман, большой обман. Какой ты хочешь быть Россией? Россия к Серкса или Христа? Владимир Соловьев спрашивал. В общем, христиане, мир вам и благословение Божие. Молитвами новомучеников милостивы и доочистят множество грешений наших. Аминь и Богу слава.